Молодежный форум педагогических идей и решений «Педагогический фест» — это логическое завершение той системной работы, которая проводится в течение учебного года с молодыми педагогами первого-второго года работы. Эту работу мы проводим совместно с органами управления образованием города Бреста, и мы — это Брестская городская организация профсоюза работников образования и науки. И вот сегодня у нас проходит девятый молодежный форум. Вот на мой взгляд и на взгляд организаторов этого мероприятия — это такая уникальная возможность для молодых педагогов себя зарекомендовать, раскрыть, поделиться пусть небольшим, но своим педагогическим опытом. И более того, это возможность для них в дальнейшем роста их профессионального. Действительно, профессионально выросло за 9 лет не одно поколение молодых педагогов, получивших своеобразную путевку на педагогическом фесте. Многие из них задали свой тренд, выдержали все трудности и познали красоту учительской профессии, ее удивительную миссию. А потому этот форум молодых педагогов стал замечательной традицией в учительском сообществе Бреста. И сегодня уже те, кто пришел в школу год-два назад, показывают, на что способны, удивляют и радуют мудрых коллег и маститые жюри своими презентациями, методиками, креативными подходами к ведению урока. Это мероприятие придает уверенности молодым педагогам, это мероприятие укрепляет их позиции, это мероприятие придает, оно и дает им шанс сделать себя в профессии. И за 9 прошедших лет примеров тому достаточно много, потому что первые участники феста на сегодняшний день работают заместителями директоров по учебной, воспитательной, учебно-методической работе. Первые участники феста впоследствии стали победителями областных и республиканских конкурсов профессионального мастерства различной направленности, в том числе молодой учитель Брещины, молодой учитель Республики Беларусь и так далее. То есть это значимое мероприятие, и мы на сегодняшний день в общем уверенно смотрим в будущее. 64 молодых педагога заявило о желании принять участие в форуме. После первого заочного этапа в финал вышло 32 человека, и все конкурсанты вновь стали учащимися. С волнением представляли они свои методы работы, своеобразные приемы и фишки, одним словом, все то, что наработали. Эти годы были трудным периодом в жизни, с массой ошибок, неудачами, постоянным лихорадочным листанием трудов великих педагогов с надеждой выискать рецепт идеального учительства. Но стоит признать, что все у них получилось. Кристина Назарук, учитель русского языка и литературы средней школы номер 33, себя в другой профессии не видит все знания, приобретенные, старается отдать своим ученикам и видит обратную связь. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Согласна с этим? Конечно, я согласна с этим утверждением, потому что без любви в нашей профессии делать нечего. Только с любовью, только с индивидуальным подходом к каждому ребенку можно стать успешным и настоящим, главное, преподавателем. Мои ученики, я их уже называю своими детьми, они меня называют классной мамой. Конечно, это всегда приятно, приходить в класс, где тебя любят, где тебя ждут. Я безумно люблю своих учеников и надеюсь, что у нас это взаимно. Поэтому только с любовью в этой профессии можно чего-то достичь. По накатанной в этой профессии, мне кажется, ничего не получится, потому что все моменты в образовании, они все индивидуальные, поэтому какого-то стандартного метода в принципе в образовании не существует. Мне кажется, это все получается только методом проб, ошибок, получается находить какие-то, ну что-то придумывать новое для ребят, находить какие-то новые методы. Креативить и выдумывать. Да, креативить и выдумывать. 21 век. Современная школа. Нет, скучным уроком. Сегодня интерактивный урок с использованием информационных технологий. И это все возможно. Стоит лишь захотеть учителя, и ученик услышит, как бьется сердце человека, как происходят химические процессы. Легко прогуляется по лондонскому гайд-парку и услышит знаменитый Биг Бен, изучая английский язык с учителем Дмитрием Горблюком. А если всем этим занимаются вместе команды, язык Туманного Альбиона будет звучать по-особому. А еще молодой педагог, верный друг своим подопечным, способный понять и поддержать. Так как у нас поколение мобильных телефонов, смартфонов и многого другого, соответственно, я создал свой телеграм-канал, где они могут зайти в любое время и пользоваться им без проблем, без ограничений. Зайти, повторить какие-то тесты, таблицы, все что угодно. Я считаю, подход к каждому ученику, самое главное, и дружественная атмосфера. Чтобы они обращались как друзья, но и держать дистанцию небольшую. Чтобы они могли сказать что-то, какие-то проблемы у них. Они могли подойти и сказать. Потому что некоторые ученики просто боятся сказать эти проблемы своим родителям. На педагогическом фесте своим, пусть небольшим, но уже опытом поделилась учитель русского языка и литературы гимназии номер 5 Анна Андрасюк. Огромное внимание она уделяет поиску разнообразных форм педагогической работы с гимназистами. Результат такого творческого поиска оправдывает все ожидания. Для ребят она стала другом. Здорово, что на уроки школьники идут с радостью. Как человек, который работает в первом году, мне еще предстоит узнать, что я могу дать детям такого уникального, необычного. Участие в форуме показывает, что у нас очень много с другими участниками точек пересечения. Методы, какие-то приемы. Все это то, что мы принесли из университета, чем мы пользуемся все. Но выработать свою личную методическую копилку, выработать свою личность учителя. Мне кажется, это то, что придет ко мне со временем. Возможно, мои дети ко мне привязываются за счет того, что я показываю уязвимость и чуткость. Это не недостатки человека, а достоинства. В частности, когда мы говорим про какие-то творческие инициативы, творческое ведение урока, мы можем сказать о том, что быть настоящими – это то, что очень важно. Это то, что я, прежде всего, жду от своих учеников, учащихся, и то, что я готова им показать. Я настоящая со своими недостатками, но, как говорится, «эрарухманумэст» – человеку свойственно ошибаться. Форум направлен на то, чтобы молодые люди показали свой творческий потенциал, чтобы они показали то, на что они способны в дальнейшем – в профессиональной деятельности, в общественной деятельности. И мы обращаем внимание, и наша цель едина, и с нашими социальными партнерами, чтобы молодые педагоги закреплялись в системе образования. Конкурс у нас называется «Молодой педагог. Качество образования – залог успешного будущего». И этот конкурс проходит два этапа. Заочный, в котором приняли участие 65 молодых педагогов. И сегодня на сцене у нас 32 молодых педагогов. Они замечательные, они креативные, они умные, они просто талантливые. И я сегодня просто восхищаюсь нашими молодыми подпедагогами. А еще в программе педагогического феста 2024 был интеллектуальный квест по результатам всех испытаний. Победителем форума стала учитель русского языка и литературы гимназии номер 5 Анна Андросюк. А всем участникам пожелаем удачи. Как здесь уже отмечалось на форуме, главная профессия в мире – это учителя. Все остальные профессии от учителя. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости. Брест.